Зимние холода надвигаются на Сибирь. Гидромедцентр предупреждает о возможных температурных аномалиях. Так, на территории Бурятии уже к середине ноября предполагается понижение температуры до 30 градусов мороза, а также снег и сильный ветер. Какие еще новости сегодня? Расскажут корреспонденты Восточного экспресса и я, Лариса Иринцева. Амар Мэндэ, здравствуйте. Как всегда, в начале анонса некоторых событий. Шуга вышла на берег. Стоит ли опасаться подтоплением жителям домов возле Уды? Спросила Виктория Гарманова. Митинг сторонников коммунистов прошел в сквере Сенчихина. Подробности с места событий материально Никиты Горобенкова. Мы в ответе за тех, кого приручили. В Улан-Удэ прошел митинг в защиту бездомных животных. Чего хотели добиться участники? Смотрите в сюжете с Айюна Бухаевой. И начнем с ЧП воинской части в Кяхте. Там скончался солдат-контрактник. Сегодня утром его обнаружили в казарме без признаков жизни. Военный служил в танковом батальоне. Известно, что жилье он не снимал, а проживал в гарнизоне. Тело контрактника нашли в собственной кровати. Прибывший обрега до медиков констатировала смерть военнослужащего. Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. По данному факту, военная прокуратура Кяхтинского гарнизона начала проверку. Добавлю, погибшему было 20 лет. Родом он из Заиграевского района. Продолжаем. На Удэ опять неспокойно. Жители поселка Мясокомбинат заметили подъем уровня воды в реке. И теперь опасаются подтопления своих домов. В некоторых вода уже зашла в подполье. Что будет дальше? Прогнозы специалистов у Виктории Гармановой. Эти снимки опубликовали в соцсети обеспокоенные жители Мясокомбината. Люди сравнивают их с фотографией двухлетней давности. Пишут, что такое впервые, когда вода дошла до дамбы. Дома рядом с рекой во время весенних паводков подполья топят регулярно. Но никогда такого не было в ноябре. В этом году Удэ уже пугало горожан. Летом повышение уровня реки было связано с дождями в Монголии. Поднятие воды в начале зимы в целом нормальное явление. В конце октября у нас на реке Уда в районе города Улан-Удэ отмечался кратковременный подъем уровня воды интенсивностью до 85 сантиметров в сутки. Такое явление характерно при установлении ледостава. 1 ноября на реке Уда установился ледостав и уровень пошел на спад. Специалисты называют ситуацию на Уде стабильной. Уровень проверяют два раза в сутки. Вероятно, подполья топят грунтовые воды, которые хоть и зависят от состояния ближайшей реки, но все же на их течение мог повлиять аномально теплый ноябрь. Возможно, ситуация изменится, когда в Бурятию придут морозы. А по прогнозам синоптиков, это случится уже через неделю. Виктория Гарманова, Виктор Агафонов, телекомпания «Ригус». И снова митинг. В Улан-Удэ прошла очередная акция протеста. Организаторы КПРФ. Официальный повод – 102-я годовщина Октябрьской революции. Требования коммунистов и их сторонников услышал наш корреспондент. Это не просто воспоминания про события столетней давности. Это абсолютно актуальные вещи, которые сегодня перед нами стоят. Вопросы борьбы за справедливость, за народовластие. За справедливость и народовластие собралось заметно меньше людей, чем на сентябрьских митингах – около 200 человек. Пикет годовщины революции в этот раз не был формальным торжеством. Собравшиеся озвучивали вполне конкретные требования. Прекращение преследования наших товарищей Малышенко и Алзоева. Ну вот, основные, наверное. Я видел один плакат с требованием отставки Алексея Самбуевича Цыденова. Вы как поддерживаете? Или это все-таки без вас такие плакаты рисовались? В данном случае я полностью поддерживаю этот транспарант, потому что мы не сам, я высказывался за это на предыдущих митингах. Что случилось с Грудининым? Вы знаете, на миллиард ему предъявляют. И две трети всего всей собственности буквально отжимают. Еще раз хочется задать вопрос, почему? По мнению членов КПРФ, недавний иск к Павлу Грудинину, попытка рейдерского захвата и политический заказ. Причина – участие Грудинина в президентских выборах 2018 года. А депутатов Виктора Малышенко и Егора Алзоева могут лишить оплачиваемых должностей в народном хурале за участие в сентябрьских событиях на площади Советов. Были у собравшихся и другие причины прийти. Откуда узнали про митинг, что сегодня будет митинг? На площади Революции был, в Ютубе видел. Еще была, в Сещехурале я стоял на крыльце с этими плакатами. Вон мой плакат, там тоже говорили. У вас личные требования есть или вы просто пришли поддержать митингу? И поддержать у меня есть. Дело в том, что 9 лет назад врачи довели до острого панкреатита, онкологию поставили, в лечении отказывали. Из новостей? Скажите, пришли, у вас какое-то требование есть или просто из солидарности к митингующим пришли? Да, честно говоря, не знаю, просто пришел. В митинге принял участие и сам Виктор Малышенко. Он, наконец, прокомментировал, что произошло и в чем его обвиняют. По его мнению, это лишь повод расправиться с коммунистами в народном хурале. Когда начались эти митинги, ну, стоят на улице люди, идет депутат народного хурала, люди задают ему вопросы, что происходит. Как депутат народного хурала, тем более я являюсь руководителем фракции КПРФ в народном хурале, не могу остановиться, ответить на эти вопросы, пообщаться с людьми. Не инкриминируется участие, организации и так далее. Это полная чушь. По традиции, в конце митинга коммунисты приняли резолюцию. Кроме уже озвученного, они требуют отставки главы Бурятии, прекратить преследование Павла Грудинина и вернуть день Октябрьской революции в число государственных праздников. Никита Корабенков, Виктор Грановской, телекомпания «Регус». А на другой площадке, разрешенной для проведения митинга, прошла всероссийская акция зоозащитников. Организаторы собирают подписи за поправки в новый федеральный закон и за ужесточение наказания живодерам. Как раз их жертвой, возможно, и стал герой нашего следующего сюжета. Предупреждаю, кадры не для слабонервных. Просим отойти от экрана детей и особо впечатлительных людей. Это их первая встреча с того дня, как Ольга подобрала израненную собаку. Варя, так назвали её ветеринары, потеряла часть морды и лишилась одной лапы. Девушка заметила животное в районе Южлага, уже из дорожных путей, и не смогла пройти мимо. Настолько страшное зрелище, мы сначала не поняли даже. Показалось, что что-то не то с собакой. Сначала растерялись, потому что не знали, куда звонить, как делать, машины нет. Денег тоже. Думаю, как справляться? Ну, начали искать. Потихонечку вот так вот дозвонились. Ольга обзвонила все приюты, мест нигде не было. Но на связь вышла Наргиз. Женщина вызвала ветеринаров и взяла на себя все затраты по лечению. Помогли ей и наши подписчики. Звонили, спрашивали, писали смс, уточняли. На самом деле есть собака. Если да, то всё, переводим денежку. Ну, стали перечислять деньги. Когда мы начинаем что-то, мы доводим до конца, это обязательно. Будет консилиум, то есть всё равно будет обсуждать, как удобнее, как лучше сделать для собаки операцию. Операция по-любому нужна. Из-за чего Варя лишилась носа, неизвестно. Попала под поезд, а может, стала жертвой живодёров. Именно с ними и борются активисты-зоозащитники по всей России. В 2018-м принят федеральный закон об ответственном обращении с животными. Но, по словам волонтёров, за год о нём вспоминали редко. Он предполагает, запрещает напрямую убийство животных, всех животных, за исключением неизлечимо больных. У нас до сих пор убивают всех подряд. Результата нет никакого. Поток постоянный. Убирают одних, два-три месяца приходят другие. И это бесконечно. Пока до людей не дойдёт необходимость стерилизации. Мы просто своими силами, на свои деньги взяли, стерилизовали собак у себя во дворе. Соответственно, популяция прекратилась, они перестали плодиться. И в итоге всех этих четырёх собак мы пристроили. По мнению активистов, необходимо создавать зоополицию. Орган, который будет следить за стерилизацией бездомных и размножением породистых собак и кошек. Как раньше в советское время, наверное, нужно, прежде чем ты собрался завести собаку породистую, какую-то охрану или какую-то, как раньше овчарки, ты должен стоять в очереди, ты должен пройти какие-то курсы по содержанию, ты должен что-то знать о породе. Волна митингов прошла в нескольких городах России, в том числе в Сочи, Краснодаре, Волгограде, Уфе и Чите. Участники акции собирали подписи за поправки в федеральный закон и уголовный кодекс России. В Улан-Удэже подписались около ста человек. Десять экземпляров резолюции направят и в МВД, и в Народный Хурал. Обещают донести ее и до Владимира Путина. А вот в бездомной Варе уже сделали первую операцию. Прогнозов не ставят, но уже сейчас ее ждут новые хозяева. Саюна Бухаева, Батр Халматов, телекомпания «Оригус». И это еще не все. Смотрите далее в программе. Зима, кажется, наступила, но кататься на коньках пока нельзя. Почему дорогой подаренный городу каток простаивает без дела, выяснял дежурный по городу. Есть в Бурятии район, который и финансированием доволен, и светлое будущее. Верит в подробнее материали Артемия Нашакова. Колонны, лепнина и даже субруганы. Кто создал самые величественные и колоритные здания в Улан-Удэ, расскажет Виктория Гарманова. Осторожно, подделка опасную молочную продукцию выявили на прилавках Бурятии. В пробах молока обнаружили антибиотики, а в сливочном масле – кишечную палочку, чья продукция не рекомендована к употреблению, узнаем прямо сейчас. Специалисты Россельхознадзора отобрали и исследовали в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории 417 проб молока и молочной продукции. В 12 образцах выявили несоответствие российским стандартам. В двух пробах сырого молока обнаружились остатки лекарственных препаратов – антигельментиков, нитро- и медозолов. Опасность антибиотиков в случае, когда человек получает через молоко, например, животное привили антибиотиками, а у человека есть такое состояние, система такая, кондиционность, то есть она накапливается в организме. Человек заболел гриппом, выбивает там те же антибиотики, и никакого эффекта лечения не приносит. То есть она переходит в хроническое, дальше может перейти в раковое заболевание. В сливочном масле, сыре, сметане, твороге, ультрапостерилизованном молоке производители использовали растительные жиры и масла в жировой фазе продукта, что свидетельствует о фальсификации. Нарушения выявили в продукции из Новосибирской, Брянской, Московской и Белгородской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также в товаре двух бурятских производителей. В сливочном масле и сырах из Брянска, Новосибирска и Перми обнаружили кишечную палочку. О нарушениях известили производители. В настоящее время прекращено действие декларации, иначе говоря, производство 5-процентного творога компании «Берилл». И приостановлено производство сметаны с массовой долей жира 20% бичурским маслозаводом. Мы сами приостановили. У нас подозрение на фальсификат продукции. И поэтому я принял решение приостановить декларацию по техническим условиям. И мы перешли на более жесткий вариант. У нас теперь продукция уже не по ТУ, а по ГОСТу мы производим. С ноября вся молочная продукция проходит через федеральную систему «Меркурий». Историю пакета молока или килограмма масла можно отследить от фермы до прилавка. Хоккейная коробка есть, но льда на ней нет. Подарок от компании «Невея» в Улан-Удэ пустуют. Спортсмены не могут залить каток. Они столкнулись с ледяным равнодушием управляющей компании. Почему коммунальщики против развития детского спорта, выяснял дежурный по городу. Три года назад в этом дворе звучала музыка и аплодисменты. На открытие хоккейной коробки приехали чемпионы мира и руководство компании «Невея». В это строительство они вложили 3 миллиона рублей. Несмотря на это, сегодня здесь ледяная пустота и тишина. Спортсмены подскользнулись на ровном месте. Управляющая компания не дает залить каток. Они, соответственно, нам построили, а мы, как грантополучатели, мы, соответственно, это передали в дар ТСЖ «Дархан». С предыдущим руководством мы как-то более или менее мирно жили. Будущая нация определяется здоровьем ее детей. Видимо, предыдущий директор этого понимала. А нынешний директор с порога меня просто отправила. Попробуем примерно посчитать, сколько будет стоить залить эту коробку льдом. Площадь 800 квадратных метров, толщина льда 10 сантиметров. То есть примерно нам потребуется 80 кубов воды. Цена вопроса менее 2000 рублей. Получается, воду для залива катка вы где брали раньше? Вот здесь выливали в рамузле жилого дома по адресу Клическая 20. Сейчас что? Ну и сейчас поменяли, замок поменяли. Вот сказали, дальше все по тексту. Может, жильцы против? Я даже не знаю. А вы против, чтобы воду брали с вашей водой? Да нет, наверное, не против. Что теперь сделаешь? Ну пусть-то всех раскидают. Тут же в округе очень много домов. И получится там по 5 копеек. Надо решать вот этот вопрос как-нибудь. Вот надо же вот дети все равно играть в хоккей. Ради бога пользуйтесь. Платите сами за свои расходы. Но не за счет жильцов этого дома. Придите, перезаключите договор. Поставьте водосчетчики. И пожалуйста, welcome. Реакция по этой теме последовала незамедлительно. Прямо сейчас на место прибыл один из чиновников администрации. В 2015 году был протокол общего собрания. Было принято решение о содержании данной коробки за счет средств СЖ. Будем вести переговоры для того, чтобы данная хоккейная коробка в надлежащем уровне содержалась. Когда вместо травы здесь появится лед, попробуем обратиться в разные ведомства. Ну а если и вы не видите выход из сложившейся ситуации, обращайтесь к дежурному по городу. Будем решать проблемы вместе. По городу дежурили. Евгения Жировова, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Очередь в детские сады в очередной раз пообещали сделать прозрачной. Об этом сообщила новая председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова. Сегодня она приступила к своим обязанностям и сразу сделала громкое заявление о том, что намерена вернуть доверие к системе. В первую очередь новоиспеченному председателю необходимо вникнуть в работу. Сколько на это уйдет времени, она не уточнила. Но определить точное число освободившихся мест в детсадах обещала в течение двух недель. Ежемесячно дошкольные учреждения подают заявки. Но их немного. Например, насколько я собирала информацию, за последние месяцы это было 200 мест в текущем комплектовании. Самое главное, я вот понимаю, что нужно сделать это прозрачным. У нас это не видится и даже не слышится. Также Татьяна Митрофанова высказалась по поводу административного давления на директоров школ. Напомню, в конце сентября Оксана Бухольцева, теперь уже экс-директор Севербайкальской школы, выступила с одиночным пикетом по поводу ее увольнения с поста. С ее слов отстранили от работы из-за непослушания на выборах. Это все зависит от позиции и личности самого директора. Я не знаю, почему высказывает позицию Бухольцева такую, но я считаю, что такого давления на директоров нет. Решить обещала и вопрос с кадрами, возможно, путем стажировки педагогов на базах более крупных школ. Сегодня на посту директора 32-го учебного заведения вместо Татьяны Митрофановой временно работает ее заместитель. Имя нового руководителя станет известно после конкурса. К другим темам. Полмиллиарда рублей на развитие Кижингинского района. Финансирование по заверениям властей в этом году увеличено аж в 10 раз. Хватило ли денег на решение основных социальных проблем и как осваивали новый бюджет, интересовался Артемий Ушаков. За весь прошлый год Кижингинский район получил из республиканского бюджета почти 52 миллиона рублей. Финансирования не хватило даже на решение и отложенных нужд. В том числе на ремонт дороги. Это одна из ключевых проблем района. В этом году ее удалось сократить на 7 километров. Дорога вся проблемная. Если так, по большому счету, нужно начинать за Играева и ремонтировать. В первую очередь, конечно, где населенный пункт, где районы центра, конечно, мы охватываем. Поэтому национальный проект. Запасные, качественные дороги. На 7 километров нового полотна потратили более 80 миллионов рублей. Еще более 200 миллионов потратят в ближайшие два года. Тогда дорогу в Кижингинском районе можно будет назвать асфальтированной. Впрочем, и сейчас, по заверениям чиновников, многие блага цивилизации сельчане могут получить, не выезжая за пределы района. В Кижинге открыли хоккейную коробку и новый стадион. Глаз на нее уже положили школьные учителя физкультуры. Самый популярный вид спорта в районе – хоккей и футбол. Надеюсь, пустят. Не будет же закрывать здесь директор МДСШ. Хорошие отношения, но это попросим, чтобы он нам уделял время здесь. Естественно, да, будем здесь приходить, заниматься, радоваться. Еще 10 миллионов рублей потратили на открытие новой модельной библиотеки. Ее фонд – 15 тысяч экземпляров книг. Здесь можно найти почти все произведения местных авторов. Для любителей прогрессивного искусства в Доме культуры в декабре официально откроют 3D-кинотеатр. Лет 20 назад работал только. Ну, показывали здесь, получается. Вот сегодня эти операторы заходили старые, смотрели тоже. Сегодня будем показывать, ну, тестовый решим все. Нерешенных проблем также остается немало. В Лусе Ушхайта до сих пор детский сад совмещен со школой. Его отапливают в 12 печей, а фундамент давно врос в землю. И перед хладами дыры в стена засыпают опилками. Состояние, конечно, тяжелое. Сейчас район проектирует, будет проект на школу-сад на 80 мест. И когда будет документация готова, тогда будем уже пытаться включиться в федеральную программу для того, чтобы школу уже построить. Большинство средств район получил по программе развития Дальнего Востока. Если сама республика в год давала 52 миллиона, федеральный бюджет выдал почти 500. Артемий Шаков, Виктор Немаев, телекомпания «Орегус». Легендарный танк Т-34 обрел вторую жизнь. Напомню, в середине лета его сняли с постамента в одной из воинских частей станции дивизионной и отправили на реставрацию. Планируется, что 9 мая легендарный танк проедет по площади Советов в честь 75-летия Победы. В мастерскую легендарный Т-34 прибыл не своим ходом. Дееспособность он потерял еще более 75 лет назад на полях сражений. Специалисты установили, боевая машина горела. А потому восстанавливать ее пришлось полностью. Из ходовой части практически мы полностью перетрясли. Наиболее подходящий двигатель, подходящий к этому танку, от Т-62 со времен Афганской войны, 70-х годов, В-55. Было очень изучено много литературы, много посмотрено именно художественных фильмов. То есть, как оно располагалось, где располагалось, как проходило, то есть, электросеть проходила, как располагались полы, где находились какие-то элементы, потому что танк действительно уникален. После трех месяцев работы Т-34 снова в боевой готовности. Отремонтировано все, вплоть до средств связи. Осталось лишь разобраться с орудием. На танке заклинило башню. Она не дает повернуть пушку. Но и это поправимо, уверены военные. А после машине вернут первоначальный цвет. Готовят в мастерской сейчас и обмундирование танкистов того времени. Военнослужащий занимается изготовлением аналога шлемофона Т-34, который изготовлен из хром-кожи. В них воевали наши деды. В ближайшее время пройдут испытания боевой машины. А к 9 мая танк будет вновь готов продемонстрировать всю военную мощь того времени. Т-34 возглавит колонну праздничного парада в честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. Уникальные чертежи известного художника Людвига Минерта представили в Улан-Удэ. В советские годы он работал главным архитектором бурят-монгол-проекта и спроектировал здания, которые сегодня являются визитной карточкой Улан-Удэ. Какие объекты восхищают и по сей день, расскажет наш корреспондент. Улан-Удэнский «Биг Бен» иногда называют «Дом радио». Его начали строить в 1955 году, чтобы объединить в единый ансамбль все здания главной площади Улан-Удэ. Этот объект – произведение Людвига Минерта, советского архитектора немецкого происхождения. После учебы в Новосибирске его принудительно отправили работать в Бурятию. У молодого специалиста не было даже паспорта, но это не помешало ему стать главным архитектором бурят-монгол-проекта. Тогда Минерт и создал ряд уникальных зданий. Чувствуется, было полное доверие руководителей правительства и города, республики, специалистов. Вот на примере Людвига Карловича можно понять, что такое настоящий архитектор, что такое деликатность и комплексность застройки. Сегодня все работы Минерта – объекты культурного наследия, филармония, ранее дом политического просвещения, здание АТС, Забайкал-Леса и Министерство внутренних дел, жилой дом с бывшим магазином «Янтарь» на проспекте Победы. Строение в стиле сталинского ампира. Фасады украшены колоннами, символом серп и молот, гербами и лавровыми венками. Не забывал мастер и про национальный колорит. В каждой постройке присутствуют этнические элементы, например, субурганы. В доме политкуроса Липнину чуть ли не сам своими руками ведет эти работы и показывает рабочим, как это делается. Это человек, который является образцом для современных архитекторов. Минерт для Бурятии как отдельная архитектурная эпоха. Хотя работал он здесь всего пять лет. Во время кампании Хрущева по борьбе с излишествами в архитектуре отменили Липнину, колонны и прочие детали. Талантливому мастеру пришлось уехать в Новосибирск, а после в Германию. Но небольшая часть его работ каким-то чудом сохранилась в Улан-Удэ. Чертежи Минерта в честь столетия со дня его рождения сейчас представлены в Музее истории города. Маленькая выставка большого архитектора открыта для горожан до конца месяца. Виктория Гарманова, Виктор Немаев, Борис Бальчинов. Телекомпания «Оригус». И пока на этом все. Мы держим руку на пульсе событий и всегда информируем вас в наших выпусках новостей и на сайте оригус.тв. Я желаю вам удачной рабочей недели и благодарю за внимание. А сейчас передаю слово автору рубрики «Сфера интересов». Оставайтесь с нами. И вновь в Улан-Удэ. Кировская меховая фабрика «Палитра». Это шубки из норки, овчины и кроликов фирменного производства. Кировские мастера знают толк в зимней одежде. Здесь и большой опыт, и оточенные лекалы, и качественный плотный мех. Результат этого – шубы, которые будут греть не один сезон. Разнообразие моделей, проверенное качество и отличные скидки. На выставке можно подобрать именно то, что нужно вам. Наши меховые изделия ориентированы на требовательных покупателей, которые ценят качество, удобство и все это по разумной цене. Приходите за покупкой. Меховая мода благоволит разнообразию, а значит, можно смело выбирать разные модели. Будь то короткая шубка для активных выходных, оптимальная средняя длина для ежедневных выходов или роскошные длинные варианты. Разные фасоны дополнит насыщенная цветовая палитра. От оттенков жемчуга и топленого молока до крепкого капучина и мерцающего черного. Совершить покупку здесь можно как за наличный, так и безналичный расчет. Доступен беспроцентный кредит. И каждый покупатель участвует в розыгрыше путевки на двоих в Таиланд. Розыгрыш состоится уже 15 декабря. Выставка палитра до 17 ноября в республиканском бизнес-инкубаторе второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин